Масштабный ремонт тепловых сетей во Владивостоке вышел на финишную прямую. Рабочие завершают монтаж труб на участках. Ремонтная кампания в этом году оказалась самой масштабной за последние десятилетия. Консолидированный бюджет составил свыше 4 миллиардов рублей. Это средства с бюджета города, правительства Приморья, деньги от инвестпрограмм, а также средства ресурсоснабжающих организаций и деньги, которые удалось получить с помощью фонда развития территорий. Так, например, на Никифорово 8 новые трубы уже уложены в лотки. Теперь предстоит проверить их на прочность и работы будут завершены. Полностью идет замена теплотрассы на Никифорово 8 и подключение к магистрали. Сейчас они уже те места, которые уже проверены, они закрыли лотки и делают гидроизоляцию. На Светландской 150 часть работ также завершена и даже восстановлена дорога. Последний участок этажа теплосети монтируют возле дома на Ивановской 6 дробь 4. На Светландской 150 завершаем работы по ремонту теплотрассы. Диаметр 150 мы поменяли 150 метров. Там фактически уже финальные стыки производят. Часть участка уже даже прошли гидравлические испытания. То есть в целом ребята завершают работу по монтажу трубопровода и к 15 октября уже будут готовы при необходимости подать по сетям теплоснабжение. Восстановление благоустройства, соответственно, будет проведено также в этом году, но уже после проведения работ по монтажу трубопровода, то есть для обеспечения как раз своевременного начала отопительного сезона при необходимости. Напомним, что в связи с прошедшими во Владивостоке ливнями сроки производства работ по замене сетей сдвинуты. Чтобы обеспечить своевременное начало отопительного сезона, было принято решение остановить демонтаж новых участков трубопровода систем отопления и завершить работы на тех участках, которые в ремонте сейчас. Оставшиеся работы по перекладке сетей перенесены на 2024 год. При этом все необходимые материалы закуплены в полном объеме и хранятся на складах города. Это позволит избежать дополнительных трат из-за подорожания конструкций в будущем году. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.